Привет, ребят! С вами Аурум. Вчера было не то чтобы обновление, но вчера был последний сникпик с новым бравлером, который выйдет у нас в октябре. Он мне намного больше нравится, чем хроматический бравлер, но я его не снял. Этот сникпик у меня не вышел на канале, мне многие писали, но в целом я думаю, что те, кто подписаны на мой инстаграм, кстати, ссылка всегда есть в описании, те знают, по какой веской причине я не выпустил этот видос. Дело все в том, что вчера приоритеты резко сместились от Brawl Stars, даже от обновления, к тому, что я второй раз стал отцом. И спасибо большое за все поздравления, которые вы написали. Сегодня я по-прежнему хочу поиграть Чаком, но у меня и сегодня не будет времени записывать Олимпиаду, потому что она достаточно долго записывается. Поэтому я пошел на радикальные меры и сделаю реакцию на видос Лекса, где тоже Чак против всех бравлеров в игре Brawl Stars. Погнали, погнали, будем смотреть и посмотрим. Чак это один из двух бравлеров, которые попадают в этом обновлении. Лекс реально, он обычно реально круто делает. Вот он, вот он Лекс, подпишитесь на его канал, если вы не подписаны, ссылка оставлю в описании. Это один из первых, то есть Кайрос и Лекс, самые первые ютуберы по игре Brawl Stars, они стали такими таковыми еще до того, как вообще игра Brawl Stars, я не знаю, мне кажется, они были до того, как она появилась. Короче, урон от Чака это что-то вроде гибрид между Нитой и Эмс. Видите, он как-то вроде проходит через бравлеров, то есть какое-то время ему нужно. От 660 до 1080. Чем ближе к вам находится противник, тем больший урон вы будете наносить. Чем дальше, тем меньше, соответственно. Вот, и вот уже можно увидеть, как взаимодействуют, соответственно, разные бравлеры. Причем абсолютно разные. Да, в общем, суть-то в том, что здесь очень важно расстояние, как видите. И, например, Шелли вообще не пройдет. Такие дела. Ребят, я обещаю, я просто обещаю, что я все равно поиграю этим новым бравлерам и запилю вам какой-нибудь видосик еще вместо, так скажем, снэкпика, еще до того, как появится Чак в игре. Что-нибудь интересное. Кстати, идеи накидайте в комментариях. У меня просто действительно сейчас не будет много времени, как вы понимаете, на запись видоса, но я все равно буду стараться. Все гаджеты и Старки Чака, они направлены исключительно на ульту. Бык и Дэрил очень легко наносят ему много урона. А, очень прикольно против него будут работать разные отталкивающие, видите, заклинания, пассивки в смысле, Старки. Так, теперь по Суперу. Ааа, ваааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Короче, у Супера есть 2 разных стадии Он может поставить до 3 таких станций и соединить их И то есть по сути он передвигается между ними То есть можно еще одну поставить дополнительную с помощью пассивки Блин, ну реально прикольно, ты расставляешь, получается, эти ништяки и вообще не подходишь Вот смотри Прикол И в сочетании с гаджетом вообще имбище Вот это я понимаю механика, не то что у хромика Блин, он даже через стену прыгает, что? Да, здесь вот этот фокус очень интересный Потому что с одной стороны прикольно, когда Чак будет убегать с помощью своей ульты С другой стороны, с дальнего расстояния его урон намного меньше А, Бонни, Бонни может, Бонни может вынести прям впритык Чака без проблем В Here you will have to have a long range brawler, you will want to stay back of course But, you see that's the thing… Чак isn't going to let you do that Once he gets his post placed, he can zip across the map and be right next to you Faster than my fifth grade girlfriend dumped me Trust me, that was fast Продолжение следует... Да, еще прикольно, что Лекс разделил всех бравлеров не по редкостям, не как в игре, а по, по сути, их характеристикам. Но, в общем-то, в трио он будет супер мощный. Вот смотрите, особенно вот саппорта, да, он саппортов, конечно, он всех выносит. Оооо, ну Пэмушка выносит люто. Да, кстати, введите код Аурум, пожалуйста, не забудьте. Ну вот смотри, прикольно, он кинул где-то свою палочку, наносит-наносит урон и видит, что хп уменьшается, раз свалил. Изи. Гриф has insane damage, and deals with even the highest hit point brawlers, and Chuck, he's no exception. As well, Mr. P does really well here, as he's able to get a second hit from every suitcase, although in a game, that's usually not going to be the case. Now, Lou does get out from brain freeze, but it's a little too late, and Squeak can't get the chop done either. Bo, however, usually puts up a good fight in these interactions, and that's true in this one as well. Gale tries his best, but falls short, and as we move through these last brawlers here, you're gonna see that Chuck has plenty of power to deal with all sorts of brawlers and brawl stars. So then, you've seen Chuck 1v1 versus every brawler and brawl stars. То есть можно сделать вывод, что у Чака есть достаточно сил для того, чтобы справиться абсолютно с любыми бравлерами. Вот в реальной игре так однозначно точно. Да, конечно, может быть, это как-то будет происходить по-другому впритык, да, то есть мы видели, что Чаку частенько проигрывает, но в целом, вот если он чисто мансит, то это прикольно. Олег спрашивает, стоит ли мне, когда он появится, обязательно заполучить Чака, и он говорит, мой ответ однозначно да. Слушайте, механика уникальная, я очень хочу поиграть этим бравлером, прям очень хочу, и обязательно это сделаю. Поэтому, ревзы, подписывайтесь на канал, мы обязательно этим займемся, потому что, ну это, ну посмотри, что он творит вообще. Просто вагонетка в реальной жизни. Я постоянно спрашивал, почему разработчики не сделают что-то вроде вагонетки с гемов, но я имел в виду карту, а не прям бравлера вагонетку, лоу. И осада появилась, это, конечно, вообще круто. Ну, слушай, прикольно. Он поставил 10 из 10, вау, вау, ребятки. Ну, в общем, клевый бравлер, вы поняли, вообще в целом реально кайфовый бравлер. Ребзы, еще раз сори, что не сделал свою классическую Олимпу, обязательно исправлюсь, обязательно сделаю. Но, кстати, где-то на каких-то каналах, возможно, и выйдет Олимпа со всеми бравлерами. Еще раз всем спасибо за поздравления, подписывайтесь на канал, прожимайте лайк. Ну, а я, собственно, да, меня ждет пару месяцев интересных. Пока, ребят.